МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Итоги дня на национальном телевидении Чуваши в информационной программе Республика. В студии Александр Базаров. Смотрите сегодня. Новочебоксарские будни. Рабочая поездка главы Республики Михаила Игнатьева в город Химиков. И снится им не рок от космодрома. Победители молодежного форума Иволга поедут на Байконур. Из Брюсселя с трофеями. Светлана Захарова привезла с международных соревнований 4 медали. Сегодня весь рабочий день глава Республики Михаил Игнатьев провел в Новочебоксарске. График был расписан буквально по минутам. Остановки в основном в проблемных точках. Ранним утром десант чиновников высадился на стадионе спортивной школы номер один. Объект начали строить год назад, сдать намеренный ко дню физкультурника. Сейчас завершается строительство стандартного футбольного поля, беговых дорожек и трибуны для зрителей. Проверка качества работ пройдет буквально через пару недель. Ну что, к дню физкультурника приедем сюда, в футбол играть. Троллейбусное управление – одно из проблемных предприятий Новочебоксарске. На сегодня здесь работают 244 человека, а требуется в два раза больше. Зарплата рабочих – от 4 до 11 тысяч рублей. Глава Республики поручил властям гордо урегулировать вопросы субсидирования перевозок льготников и составить бизнес-план дальнейшего развития управления. Таги спросил, я говорю, а где токари? Можно же на этих станках точить изделия какие-то, тоже продавать на потребительском рынке? Это тоже дополнительные источники дохода для данного предприятия. Вопрос к вам давайте. Сегодня и депутаты, и администрация приняла решение, что предприятие любыми способами необходимо это для города сохранить, чтобы электрический транспорт в городе остался. С учетом этого ряд усилий, как мы говорили, они предпринимаются. Для меня это все-таки задачи увеличения пассажиропотока на существующем транспорте, что приведет к увеличению дохода предприятия и работа по использованию существующего земельного участка и имущества. На трубном заводе дела обстоят получше. Продукция предприятия востребована практически во всех регионах России и многих зарубежных странах. Здешних рабочих интересовали вопросы экономического развития республики. В Северском районе намечается строительство завода совместно с китайцами. Мне вот хотелось бы узнать, что вы думаете по этому вопросу? Абсолютно правильные вопросы поднимаете, потому что от экономики Чувашской республики зависит уже уровень жизни жителей Чувашской республики. С китайцами мы хотим определенные проекты реализовать. Это пока еще все на уровне разговоров. Михаил Игнатьев интересовался не тем, что обычно принято показывать руководству, а проблемами и заботами обычных граждан. Отступив от предложенного маршрута, глава общался с жителями города Спутника. В основном их волновали бытовые вопросы. Можно ли поставить запрещающий знак, чтобы машины не ездили по двору и не парковались на газоне. Михаил Игнатьев заглянул и в детский сад. В течение года у ночбоксарских родителей возникали вопросы с оплатой содержания детей. После вмешательства городских и республиканских властей проблему регулировали. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков. Республика. Кортеж главы республики остановился и у автовокзала. Замечания к руководству Новочебоксарской станции у Михаила Игнатьева нашлись сразу. Главе республики не понравился внешний вид здания. Хотя для пассажиров здесь пытаются создать максимальный набор услуг. Внутри работает парикмахерская, столовая и мини-маркет. На платформе вокзала Михаил Игнатьев задержался надолго, чтобы пообщаться с местными жителями и гостями из других районов. Желающих поговорить о наболевшем лично с главой республики оказалось много. Кто-то был недоволен закупочными ценами на молоко, кто-то жаловался на нелегальных перевозчиков. На бродях центрального вокзала по проспекту Мир, плоди того, что казанские автобусы устроили свое расписание, через каждый час отправляются по заниженному тарифу, сбивают регулярные перевозки только так. Городские автобусы катаются по всей Чувашии, по каждой деревне. Вот Владимир Курасович у меня, у полномоченной, независимый институт, как должностное лицо, сегодня защищает права предпринимателей Чувашской республики. И он сегодня, имея свои полномочия, может по вашим предложениям, по вашим просьбам представить мне официальный ЕТС. Потом подключим право от нанятного органа, налоговую службу и примем соответствующий метод. А жительница Марпасадского района рассказала Михаилу Игнатьеву о том, что ее родная деревня попросту отстает от цивилизации. К примеру, даже продукты в единственные на несколько улиц магазин завозят только три раза в неделю. Не решены вопросы с газификацией некоторых жилых домов. Пущино и Водолеево не газифицированы до сих пор. Медсестра в неделю раз по деревне ходит, не более и шли вот так. Года назад сделали проект на Пущино, Водолеево не могу сказать. Проект до сих пор ничего. Я возьму на учет, чтобы включить план для того, чтобы газификацию все равно провести. Но самое главное, нужны быть потребители. Сами жители должны быть готовы к газификации своих домов. Готовы. Уже проект. Мы же платили за проект. Михаил Игнатьев отвечал на вопросы горожан во время осмотра местного рынка. За последние годы здесь была проведена глобальная реконструкция. По многочисленным просьбам над прилавками построили крышу. Приценивался и внимательно присматривался глава республики и к тому, что продается здесь. Вообще на этом рынке, отмечают многие, от покупателей нет отбоя. Не менее популярным местом в городе Спутники является и местная роща. Правда, сейчас здесь не хватает аттракционов, замечают гости. Местные власти пообещали подумать над решением этих вопросов. Все хотят сегодня жить лучше, чем вчера. Это абсолютно правильный подход, справедливый подход. А мы органы власти должны, конечно, быстрее разрешать все эти вопросы. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. А в Чебоксарах глава столицы Леонид Черкесов инспектировал ход замены лифтов. Сейчас запущено в эксплуатацию 19 подъемников, отремонтированных в рамках муниципальной программы. Уже 4 года в Чебоксарах лифты ремонтируют и меняют на условиях софинансирования собственниками квартир. В 2014 году запланирована модернизация 43 лифтов в 10 многоквартирных домах. На эти цели из бюджета города будет потрачено 54 миллиона рублей. 2747 лифтов. Из них более 34 лет 170 лифтов. Мы говорим, что вот это домом повезло, а еще у нас на очереди 170 лифтов. Модернизировать нужно шахты, полностью заменить нужно. У нас 634 лифта сроком службы более 25 лет. Луиза Дарькина два года возглавляет совет многоквартирного дома. Рассказывает, что сейчас у них полным ходом идет масштабный ремонт. Попали в программу замены отопления. И сейчас предстоит замена горячей, холодной воды и канализации. Мы очень рады, что с нами часто проводят совещания. Мы в курсе дела всех событий. С нами встречаются депутаты очень часто. С нами встречается администрация города. Благодаря этому мы включаемся в работу и нам спокойно сидеть от этого не приходится. Работы, конечно, очень много. Но огромное спасибо администрации города. Глава города проверил и объекты, на которых он побывал две недели назад. Буквально две недели назад мы объезжали микрорайон и как раз вот этот двор. Посмотрели, как здесь детская площадка благоустроена, как дворы благоустроены. И вот к нам подошел гость и он сказал, что все хорошо, нет турников. И мы решили, что вот эту проблему восполнить и турники появились. А в этом дворе один житель предложил оформить серую стену. Теперь из своих окон чебоксарцы любуются пейзажем. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика. Рабочая группа по оказанию помощи переселенцам с Украины обсудила сегодня первоочередные задачи. Все, кто прибывает на территории Республики, получают кров, питание и медицинскую помощь. Кроме того, этих людей необходимо обеспечить документами. Массового наплыва беженцев в Чуваши не наблюдается, но УФМС ежедневно регистрируют увеличение приехавших с Украины на 5-8 человек. Самая большая партия из 72 человека приехали 14 июля. Заявление подали 47 из них, остальные пока не определились со своим статусом и дальнейшими планами, останутся ли они в Чуваши или приедут в другие регионы, будут ли работать и где. Кроме того, есть и люди, которые имеют право гостить в Республике в течение 180 дней, не оформляя специальных документов. Их более 200 и все они приехали к родственникам или друзьям. Что же касается прибывших 14 июля, о них готовы позаботиться сердобольные жители Чуваши. В понедельник заканчивается карантин по линии Роспотребнадзора и по большому счету мы можем уже в понедельник предложить этим лицам разъехаться по семьям. То есть семьи готовы взять на проживание уже в семье, то есть в понедельник какая-то часть из этого временного пункта разъедется. Решаются вопросы с местами в детских садах и школах, а также с работой. Возможности трудоустройства у переселенцев есть. Специально сформированным для них банки данных более полутора тысяч мест. Специалисты Республиканской службы занятости провели выездную ярмарку вакансий в Ростовской области. Посетили около 200 человек, значит, ознакомились с условиями работы в Чувашии. У нас были три работодателя, провели ярмарку вакансий. Конечно, есть большая неопределенность, то люди хотят, то не хотят. В основном до последнего дня тянули, и в итоге у нас 20 человек получилось, 22 человека, которые приезжают и готовы работать в Республике. Руководитель службы занятости попросил также, чтобы в местах пребывания украинских граждан в Чувашии были компьютеры с выходом в интернет, чтобы люди располагали самые свежие информации о вакансиях, могли задавать вопросы и получать консультации. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика. О перспективах развития отрасли связи говорили сегодня в Доме союзов города Чебоксары. Совещание в рамках выездного заседания провел председатель профсоюзов работников связи России Анатолий Назейкин. Накануне профсоюзные лидеры регионов России и представители аппарата ЦК профсоюза побывали в Казани, а сегодня солнечная Чуваша встретила их с хлебом и солью, народными песнями и плясками. По словам профсоюзного лидера связистов России Анатолия Назейкина, выездные совещания – это не только возможность себя показать, но и других посмотреть. Какие проблемы у связистов того или иного региона и как они решаются, из каких перспектив складываются будущие все отрасли, лучше всего узнавать об этом на местах. Заработная плата почтовых работников очень низкая. И, соответственно, вот сейчас провели такую крупномасштабную работу по повышению заработной платы почти 350 тысяч работников почты, но там процент повышения он разный, там от 10 до 38 процентов. Информация и связь – понятия практически неразделимые. Успехи в одном направлении практически невозможны при отсутствии динамики в другом. Совместными усилиями удается сделать немало. Наши базовые, базисные принципы информационной политики – это, как я уже говорила, безусловное, бесспорное уважение к человеку труда, которое позволяет рассматривать рабочих как приоритетных участников любого созидательного процесса. Понимание важности диалога, диалог сегодня необходим, и уважение, конечно, к предпринимателям, частному бизнесу, частной инициативе. Из Чебокса участники совещания отправятся в окружную столицу – Нижний Новгород. Итоги тура будут подведены позже и, скорее всего, станут основой для новых программ в области развития связи. Екатерина Кудряшова, Андрей Шоклев, Республика. Одна из острейших проблем в столице Чувашии, как и большинства мегаполисов – транспортная. Автомобилисты и пассажиры вынуждены терять в пробках все свое время. Руководство Чебоксар не могло остаться в стране. Каким образом решают эту проблему, узнала наша съемочная группа. Для удобства жителей городские власти приняли решение оптимизировать дорожную сеть. Расширить ее там, где это возможно, чтобы устранить эффект бутылочного горлышка. Для работы было выбрано 9 участков. Пять из них должны быть реконструированы уже в этом году. Самый сложный перекресток проходит по улицам Ленина и Гагарина. Проблемы связаны с переносом коммуникации. Поэтому мы вынуждены работать в два этапа. Перед днем республики мы сделали дорожные работы. Сейчас вынуждены переносить газ. Это главная проблема, из-за чего мы остановились. Работы были бы давно завершены. Автомобилисты, которые часто пользуются этим перекрестком, уже отмечают, что пробок стало значительно меньше. По словам Андрея Дьякова, реконструкция перекрестка по Ленина и Гагарина завершится уже на следующей неделе. Тем временем не прекращается работа и на других объектах. Это улица Чапаева-Николаева. Там установлен светофорный объект. Он уже действует. И сделаны подходы через тротуары для пешеходов. Следующий объект, который мы делаем, уже начали делать. Это в районе остановки торговый дом «Центр». Здесь чуть ниже на Гагарина. Следующий объект – это Игерский бульвар «Мира». Там тоже будут начатые работы по уширению. То есть из четырех полос проезжих мы сделаем пять. Затем такая же ситуация будет Игерский бульвар и Ленинского комсомола. На реконструкцию в этом сезоне выделено около 40 миллионов рублей. Такой дорогой подарок преподнесут чебоксарцам ко дню города. Полностью преобразить перекрестки планируют к 15 августа. Евгения Егорова, Антон Вовк, Республика. Ветераны Министерства по чрезвычайным ситуациям из Республики и областей ПФО собрались в Чуваши. Они изучают опыт ветеранской организации Чувашского главка МЧС России. Ветеранская организация МЧС по Чуваши действует на базе первого федерального отряда противопожарной пропаганды и общественных связей. Спасатели Республики рассказали гостям, как организована работа по профилактике пожарной безопасности. О критериях оценки деятельности ветеранских организаций рассказали его коллеги из Башкирии, Пензы, Саратова. Сегодня в МВД по Чуваши состоялось расширенное заседание коллегии Министерства. Министр Сергей Семенов отметил, что за прошедшие полгода уровень преступности продолжил снижаться. В Чуваши из расчета на 10 тысяч человек совершено 55 преступлений. По этому показателю наша республика занимает третье место среди субъектов Приволжского федерального округа. Уступая только Мариел и Пензенской области. За прошедший год не произошло грубых нарушений общественного порядка при проведении массовых мероприятий. Усилен контроль за безопасностью дорожного движения. В первом полугодии снизилось число ДТП. Также уменьшилось число убийств, разбой в грабеже и краш и мошенничеств. Удалось полицейским добиться повышения доли раскрытых преступлений. Наградили на коллегии наиболее отличившихся сотрудников полиции. Многие из нас хотели бы побывать на российском космодроме Байконур. Такая возможность выпала победителем молодежного форума Иволга в Самарской области, в котором приняли участие более двух тысяч человек из 14 регионов ПФО. Здесь собрались участники обучающих направлений, инструкторы, волонтеры и эксперты, в том числе 90 человек из нашей республики. С одним из обладателей специального приза встретилась наша съемочная группа. На молодежном форуме были организованы 8 образовательных смен. Как и в прошлом году, 16 участников получили в качестве приза путевки на космодром Байконур. Среди них студент 4-го курса заочного отделения автомеханического факультета Чебоксарского филиала политехнического института Александр Бочурихин. Автор проекта – автоматический пневмозамедлитель транспортного средства на крутых поворотах. Причиной поехать на Иволгу было, скажем так, в основном продвижение своей разработки. Для того, чтобы его продвинуть, научиться новым вещам, новым идеям, познакомиться, найти компаньонов, одинаковые области мышления, консультации получить. Сам форум был идеально подготовлен. Урень достаточно хороший. Там много было очень интересных развлекательных программ. Достаточно высокий уровень подготовки был. Достаточно объективные жюри и капитетные. Изобретение Александра поможет снизить количество ДТП с пассажирским автотранспортом. Данный проект уже был удостоен наград на молодежном научно-инновационном конкурсе «Умник». Конференции фестиваля научного творчества учащейся молодежи, юность большой Волги и других подобных. В этом году Александр получил патент «Авторское право на это изобретение». В суть моего проекта заключалась курсовая устойчивость автобусов, чтобы они не опрокидывались при движении. Его задача была такая, когда на автобусе действует центробежная сила, вот эта центробежная сила опрокидывала автобусы. Я эту центробежную силу использовал для себя и для того, чтобы работал датчик и непосредственно влиял на тормозную систему автобусов. И он принудительно в порядке притормаживал. Как объясняет сам Александр, его пневмозамедлитель прост в изготовлении, надежен в эксплуатации и ремонтопригоден. Данный прибор возможно установить на всех эксплуатируемых автобусах и грузовых автомобилях. Сейчас он находится на испытании в ОАО «Промтрактор» и, возможно, в ближайшее время, благодаря прибору Александра, аварий станет меньше. Анастасия Лангина, Андрей Шоклев, Республика. Из Брюсселя с трофеями. Сегодня в Чебоксары вернулась известная спортсменка, неоднократный призер мировых соревнований Светлана Захарова. Она представляла Республику в европейских играх, пожарных и полицейских. Майора внутренней службы на перроне железнодорожного вокзала встречали коллеги и родственники. Багаж спортсменки потяжелел на 300 граммов. Именно столько весят три золотые и одна серебряная медаль, которую она завоевала в Брюсселе. Ей покорились дистанции на 800, 1500 метров и 5 километров. Одержала победу Светлана Захарова и в легкоатлетическом кроссе. Спортсменка признается, что на этих соревнованиях у российской сборной было немало конкурентов. Одними из фаворитов европейских игр считались легкоатлеты из Испании. Но все же россиянам удалось выбиться в лидеры. Упорство. Хотелось бы, конечно, выступить во всех дистанциях своей силы и возможностей. У меня все получилось. Я надеюсь, что на следующий год у нас будет также такая борьба среди полицейскими. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. Вы смотрели информационную программу «Республика» на национальном телевидении Чувашия. Я, Александр Базаров, с вами прощаюсь. Приятных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok